Пытание жильево-коммунального господарки, працонного законодавства, земельной спречки. Сегодня старшиня Гомельского облвыконка Магинац Соловей провел первый в этом году прием грамадян. Шести человек, которые записались на встречу, полова Жихары Челуношного района Гомеля. Тему протягнет Марина Джалая. Первый на прием пришла Жихарка Заволка Пушкина. Шматкватерный дом, где живет женщина, больше 10 лет тому был признан аварийным. За год плановалось расселить жильцом. Але до этого часу питание не выражено. Ситуация оказалась на самой справе достатково непростой. Генец Соловей даў доручэні выршыць проблему гомельчанкі, як мага гучэй. Наступный зворот ад работніцы 25-й гомельской школы. Жаншыны не згодны з умовами працы. У першой чергу гэта тычыцца фінансовага аспекту. Старшиня облвыконкама пообяцав разабраццаў конфліктной ситуаціў і прыняць необходныя меры. А вось у наступной проблеме, аб якой рассказалі жихаркі інтерната Найафремова, праўда, дакладна не на баку звернувшыхся. Справаў наступным, амаль 30 гадоў таму, яны пераградзіли эвакуаційныя лесвіцы на сваім паверсі. Такім чынам на лесвічной пляцовцы замест месту агульнага корыстання з'явіліся два ізаляваныя пакоі. Жаншыны просіли дазволу пакінуть им самовольно занятыя квадратныя метры. Але гэта немагчыма, і цаглянную кладку прыдецца разабраць. Бяспека грамадзян на першым месце. Если б вы были на площадке одни, для вас это был бы, может быть, лично для вашей семьи, это был бы эвакуаціонный выход. Но здесь проживают на таже ещё сколько там людей. Аварийные выходы никто не имеет права загармождать. Это наша с вами безопасность. И вы поймите, на сегодняшний день никто не даст команды вот этот вопрос снять с контроля. Вы поймите. Поэтому я вам ничем не помогу. По гэтым пытанні абсолютно однозначная позиция як у Геннадзя Солов'я, так и у керавництва областной жилёво-коммунальной гасподарки. Довольно часто граждане, не читая законодательные акты, начинают устраивать самовольно какие-то перепланировки, якобы улучшить для себя, соответственно, место обитання свого. Но законодательно чётко определено, что может гражданин у себя в квартире делать без получения соответствующих разрешений, согласований на перепланировку, а что категорически запрещено. Дарыш, и такие факты, коли люди без узгадненев на свой, я кажусь, страх и рызыку, ликвидуют аварийные выходы нередкость. Самое лёгкое покарание за это – штрафы демонтаж. Самая жорстка – гибель подчас пожару за немогчимости покинуть помешканне. Пути эвакуации всегда должны содержаться в исправном, свободном состоянии. Не допускается устраивать на путях эвакуации перегородки, влияющие на безопасную эвакуацию людей, а также перепланировку, которую уменьшают аукционные пути. Бывают реальные случаи, когда вы видите, что люди изменили планировку без согласований? Да, такие случаи есть. Непосредственно мы проводим профилактическую работу, проводим мониторинги объектов. Если выявляем нарушение, то привлекаем людей к административной ответственности. По всех зворотах, адресованных Геннадию Соловью, будет проведено пильное и объективное разбиральнество. Марина Джалая, Сергей Лукашук, Телерадо и компания «Гомель».